Друзья, всем привет! С вами Никита Дилой и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа Агра. Сегодня у нас серия будет не очень длинной на самом деле, потому что в планах у нас, друзья, засеять поля. Это, в принципе, довольно быстро будет происходить. А также сегодня, друзья, мы обзаведемся животными, потому что Агрокорм у нас построен, он уже сделал корм. В принципе, нашим животным есть что поесть. И, в общем-то, развиваемся. Все замечательно. И, соответственно, сегодня у нас все вот эти трактора, это, кстати, все трактора, что у нас есть, они сегодня будут работать. Есть, правда, одно небольшое «но». У нас есть небольшая нехватка техники. Как видите, на одно поле не хватает культиватора и, соответственно, трактора под него. Но так как деньги у нас есть, давайте, наверное, и купим сразу. Покупаем мы точно такой же культиватор, как у нас уже есть. Две штуки у нас таких. Покупаем третий на третье поле. 78 тысяч он стоит. И, разумеется, покупаем под него трактор. вот такого у нас еще нету ставим на него мощную движку 313 лошадей у него будет этого по горло хватит и по традиции широкие шины 248 900 до свидания и добро пожаловать к нам новый трактор вот соответственно это чудо и давайте друзья тогда выставлять всю технику в работу соответственно друзья 601 я как раз вот только расставил всю технику в общем-то отправляем все в работу первым поет работать у нас в альтра будет удобрять 31 поле соответственно по маршруту поле 31 удобрение 40 метров запускаем все это дело она у нас проверено работает без проблем всегда и след за ним же запускаем нашего new holland t8 который будет это самое поле культивировать то же самое со стартовой точки по уже сохраненного маршрута моего запускаем и он у нас тоже справится без проблем далее друзья запускаем в альтром которая будет у культивировать пятое поле у нее тоже есть уже готовый маршрут по которому она работает всегда справляется и все хорошо получается так что давай дружище поехал ну и соответственно нашего новичка пускаем культивировать 13 поле которого мы только что купили соответственно у него тоже есть уже сохраненный маршрут все с ним замечательно давай друг со стартовой точки мы в тебя все верим у тебя все получится никто не сомневается далее друзья едет работает gc бишка она у нас занимается перевозкой мы в принципе все в прошлой серии практически сделали за исключением того что у нас осталось лаванда 492 тысячи литров поэтому этому товарищу нужно будет 13 раз в общем то съездить отвезти ее на завод эфирных масел мы его немножко опустошили я думаю за ночь это все дело переработается точнее не за начали к тому моменту как у нас уборка будет и в следующей серии мы уже продадим все все лавандовое масло которое у нас есть но пока что этого товарища мы запускаем он вроде как тоже все прекрасно делает и проблем никаких возникнуть не должно теперь же друзья отпустив всех культиваторов немножко вперед мы запускаем все сейлки соответственно поле 31 у нас как обычно будет засеяно лавандой комбинированный маршрут на пополнение в общем-то со стартовой точки давай дружище у тебя все получится на пятом поле друзья мы с вами посадим лен у нас его сама мало поэтому пускай он тоже будет со стартовой точки в общем-то этого товарища запускаем и то же самое маршрут на пополнение подходящий тип инструмент иногда и забывают поменять ничего страшного давай дружище погнал ну и последнее это тринадцатое поле на нем мы посеем куклу лозу которая будет убрана на сечку носилась я не знаю но да в принципе мы будем перерабатывать потому что у нас вроде как все есть но силосе периодически продаю у нас его 5 миллионов всего осталось поэтому пускай в общем-то будет так что друг давать тоже со стартовой точки вперед я надеюсь тут фору в общем-то культиватор некоторую даст ну и друзья как я уже говорил будем мы наконец-таки обзаводиться животными поэтому покупаем мы в первую очередь коровник это чудо у нас стоит 1 миллион рублей как-то на самом деле дохрена с учетом того что обычно коровники на картах строены ну ладно разработчики карты решили что он должен стоит дохрена денег соответственно здесь у нас есть вроде как склад друзья сразу говорю я в 17 ферме вообще никогда ни разу не занимался животными вообще ни разу 19 только немного и то в общем-то мне это сильно не доставляла никогда сейчас просто необходимо поэтому вот будет как есть и я и сразу извиняюсь если вдруг будут тупить соответственно вот здесь написано на складе есть солома трава сена моносмесь я не знаю куда здесь это все выгружается и можно ли это здесь хранить соответственно есть у нас вот тут коровник здесь есть силосная яма своя гаражи свои силосная яма разумеется чтобы силос прямо здесь готовить делать есть также у нас здесь такая хреновина как система водоснабжения стоит она если мне не изменяет память 50000 да хотите заплатить 50000 рублей чтобы подключить систему водоснабжения для автоматического наполнения поилок у корова стоимость обслуживания 200 рублей в день да я хочу это сделать слесарь сантехники будет на следующий день в 6 00 для подключения вашей новой техфарм системы водоснабжения подключения будет 14 00 закончена ну и ладно прикольно кстати открыть меню клавиши R ладно может быть здесь что-нибудь изменится уже следующий раз посмотрим соответственно всегда у коровок будет вода сейчас она есть из-за дождя не знаю это связано с модом сезона который настоял или всегда но во время дождя пополняется соответственно вот у нас сам коровник сюда мы вроде как соломку будем высыпать там у нас будет коровки пастись будут давать нам молочко которое будет вот здесь вот у нас хранится также навоз и жидкий навоз наверное я честно говоря еще толком не разбираюсь и вот сюда мы будем скидывать жрачку единственное только я вот честно говоря не знаю если мы открываем меню с животными то соответственно им сюда надо солома трава жжем сила сена питательная еда но вроде как питательная еда заменяет траву и жжем сила сена я в общем то это как-то не очень в курсе но мы отвезем все сюда трава солома и сена и силос у нас все есть поэтому почему бы все сюда не отвезти поэтому друзья берем нашего америкосика который у нас припаркован вот здесь и соответственно начинаем им возить солома трава силос в общем то все что им надо для еды дома туда и отвозим а и и а м и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Так, дело только вопрос у нас Здесь овечки Потому что я уже, видимо, обломался с этим вопросом Надо сначала покупать овец Потом сюда все завозить В общем-то, одна овечка у нас стоит 4000 Ну и плюс еще плата за доставку В общем-то, на все деньги Берем просто и все 97 штук у нас получается Нормально Пускай будет, они потом размножатся Без проблем Ну что, где они? Пушистики Вот они Они мякают? Они же должны бегать Да, бегают, все нормально Эй, прикольно В общем-то, эти падлы у нас будут давать нам шерсть Которую мы потом будем делать на ткацкой фабрике Там, в общем-то, ткани всякие Соответственно, здесь у нас тоже есть склад для соломы, травы и сена Овцы у нас жрут вроде как именно это Овцы, да Вода, сено, трава Все, им вообще больше ничего не надо Правда, есть же еще корм для овец у нас на агрокорме, да? Давайте-ка посмотрим А, не, здесь свинки, рыбы и коровы, да? Для овец корма здесь у нас не делается Да, замечательно Тогда мы сюда просто везем все это сено То, что мы сделали Ну, не все, а забиваем полностью Возвращаемся к нашему Америкосику И, в общем-то, поехали, отвезем им сено Да, 100 овцам как-то не шибко много, в общем-то, надо Высыпаем остаток в склад И вроде как солома здесь тоже, кстати, нужна Что-то я совсем упустил это из виду Только вопрос еще, куда ее здесь сыпать Ладно, это пока высыпается Мы пойдем посмотрим, куда сыпать солому Мне кажется, вот здесь что открывается дверка Нет, ничего здесь не открывается Куда же этим падлам солому-то сыпать? Ну, вот здесь вот тюкки даже есть Эти соломы А в меню соломы нету Значит, не нужна им солома Обойдутся Хотя здесь вам написано У животных всегда должна быть вода А еще им нужно чистое падбище и солома Кормовая смесь состоит из 100% трава, сена, трава Непонятно Видимо, не нужно Ладно Но здесь вот тюки лежат Зачем они здесь лежат? Ну и высыпать тоже некуда В общем-то, ладно Соответственно, сверху у нас теперь появилось меню Там, где у нас все наши по курс-плейчику В моде гланс, видите? Сверху овцы Вода 15% И коровы животные 100%, вода 10% В общем-то, у нас в случае нехватки чего-то Все там будет появляться теперь А мы этого товарища повезем на место Или нет Надо солому и воду отвезти еще Коровкам солому воду И овцам воду обязательно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Ну и что, друзья? В общем-то, воду отвезли и тем, и тем Солому отвезли куда надо Где ее не хватало Соответственно, в меню мы видим, что у всех все в порядке по еде У всех все забито на 100% Меня это, конечно же, несказанно радует Единственная чистота уже у коровок начинает падать Придется нам в следующей серии купить трактор с погрузчиком Я думаю, что мы на каждую вот такую вот животную, скажем так, ферму Возьмем маленький трактор, на котором будет фронтальный погрузчик И к нему идет маленький прицепчик Для того, чтобы со склада перевозить там Дополнять еду и все это по-быстрому делать Потому что, видимо, отвлекаться мы на все это делать Теперь будем довольно-таки часто Плюс мы видим, что у нас уже появилось почти 2 куба молока Ну и уже тонна навоза есть Соответственно, до приплода у нас остается примерно 5 часов и того и другого У нас будет лишняя овечка, лишняя коровка А может быть даже и не одна Воспроизводство что такое, я, честно говоря, хрен его знает Чем это до приплода отличается В общем-то, потом посмотрим Друзья, соответственно, на этом эту серию я буду заканчивать Кстати, уже первая шерсть у нас тоже появилась Она потом будет отправляться на склад, я так понимаю И это хорошо В общем-то, пока я катался, я тут уже влетел в небольшой минус У нас минус 3,5 тысячи рубликов Поэтому, друзья, в следующий раз мы будем собирать урожай Плюс посмотрим, как ведут себя животные Что с ними происходит, что им надо Позаполняем всякие агрокормы Вот эту вот все херню позанимаемся, в общем-то Плюс, друзья, продадим все эфирное масло, которое у нас будет А его у нас, я вам скажу, кстати, до хрена Поэтому мы опять разбогатеем и, скорее всего, прикупим себе поросяток Может быть, курочек, может быть, рыбкой займемся В общем-то, я пока еще точно не знаю, в каком порядке это все будет Но, скорее всего, поросенок Обзаведемся именно ими Ну и с остальными предприятиями, в общем-то, там уже будем смотреть по обстоятельствам На этом, друзья, все Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал Не пожалеете, пожалуйста, лосика Пишите свои комментарии по поводу того, что у нас тут происходит Вообще идеи, мысли, предложения Еще раз извиняюсь за то, что там был запорот звук Немножко на предыдущих сериях Надеюсь, что эту проблему я пофиксил В общем-то, всем спасибо за внимание С вами был Никита Дилэй Всем всего доброго, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok